Доброе утро. Я надеюсь, вы все вчера провели хороший вечер. Добро пожаловать на второй день нашей конференции. Первая из наших трех сессий будет посвящена энергобезопасности в Азии. Это очень своевременный и сложный вопрос, вне всяких сомнений. У нас будет три замечательных выступающих. Чжа Сао Дзюн, Эдвард Чоу и Сергей Лузянин из Института Дальнего Востока. Каждому оратору отводится 15 минут. После этого мы проведем дискуссию. Поэтому мы будем следовать нашей заявленной программе. И Чжа Слово вам предоставляется. Благодарю вас. Для меня отрадно присутствовать здесь. Это очень сложная тема. Мы уже обсуждали ее ранее в Пекине. Была схожая тема для обсуждений. Она была очень полезной. Поэтому я с нетерпением жду выступления Эдварда Чоу и других. Я бы хотела высказать некоторые общие наблюдения в отношении вопросов, которые касаются энергобезопасности в Азии, а также сказать несколько слов о сотрудничестве в этом вопросе. Если мы посмотрим на изменения, произошедшие в последние годы и заглянем в будущее, то первым важным извинением является то, что Соединенные Штаты сейчас идут по пути энергетической независимости, если можно так сказать. Соединенные Штаты производят все больше газа на экспорт. Поэтому изменяется энергетическая география и образуется так называемый энергетический блок американского полушария. Для Соединенных Штатов это очень положительные события. Поскольку мощь Соединенных Штатов возрождается, это хорошо для возрождения экономики Штатов. Однако для Азии это означает то, что США будут заниматься экспортом все большего количества энергоресурсов. Это может иметь значительные последствия для глобальных цен на энергоресурсы. Хотя существует и геополитическая беспокоенность в отношении того, что менее зависимые от экспорта и импорта США будут делать в вопросе Ближнего Востока и стабильности в этом регионе. В том же, что касается России, Россия есть, была и остается в выгодном положении как энергодержава. И от нее зависит процветание Северо-Восточной Азии и Индии. Поскольку в Азии содержится очень много важных газопроводов, которые идут через Индию и Пакистан, изменения, произошедшие в последние годы, свидетельствуют о том, что российское видение баланса в Европе и Азии начинает воплощаться в жизнь. Это происходит куда раньше, чем ранее предполагали. Очень важное соглашение между Китаем и Россией, которое было недавно заявлено между китайскими компаниями и Газпромом, свидетельствует о появлении новой модели энергетического сотрудничества между Китаем и Россией. Китай и Россия сейчас выходят за рамки простых торговых отношений. Осуществляется вертикальная интеграция. Целые отрасли энергопромышленности, цепи производства энергоресурсов. И происходит развитие бизнес-отношений. Хотя, безусловно, впереди еще множество проблем и препятствий. Однако, такова новая модель, которая существует. Таким образом, нефть и газ поступают из России в Китай. Ситуация Китая очень сложная. Также я хотела бы отметить тот факт, что для большей части городского Китая, Пекин и Шанхай, в частности, для них важнее качество, а не количество. Поскольку нам необходимо взять под контроль загрязнение окружающей среды. Для Китая наиболее реалистическим выбором является быстрое распространение природного газа как источника электроэнергии. Во-вторых, необходимо последовательно наращивать объемы электроэнергии, производимой на атомных электростанциях. В июле этого года китайское правительство, наконец, объявило о создании новой схемы использования АЭС. Это позволит стабилизировать ситуацию в этой отрасли, а также привнесет действительную конкуренцию на рынок, поскольку в прошлом атомная энергопромышленность Китая характеризовалась конфликтом интересов в том, что касается стандартов и реакторов. Что же касается остальной части Азии, Япония является очень интересным случаем для изучения. Люди очень часто говорят про Фукусиму, Однако очень мало говорится про то, что Китай делает для того, чтобы обеспечить свою страну электроэнергии. Китайский случай следует более тщательно изучать. Индия очень схожа с Китаем. В Индии также много ресурсов и существует множество идей в отношении того, как обеспечить предложением спрос, который существует. Вчера мы говорили об АТЭС и об энергобезопасности. Мне кажется, что АТЭС является очень плодотворным форумом, где продвигается энергоэффективность. Однако очень много говорится о спросе, но не так много говорится о том, как его можно контролировать. Таковы мои общие замечания об энергобезопасности. И если вы хотите, я попытаюсь резюмировать то, что я сказал. В Азии сейчас наблюдается волатильность на рынках энергоресурсов. Существуют, присутствуют некоторые облака на горизонте, однако бури нет. Я хотела бы отметить четыре вопроса, которые мы можем обсудить, как возможны сферы сотрудничества. Во-первых, Китай, США и Россия обладают особыми обязательствами по улучшению транспарентности в торговле энергоресурсами, в частности нефтью в рамках группы 20 и других механизмов. Необходимо более активно работать в этом направлении, рассматривать вопросы, в частности, хедж-фондов, для того, чтобы контролировать волатильность цен и не допускать очень резких движений на рынке, лишь потому что какие-то финансовые институты проводят какие-то схемы или выпускают какие-то документы. Нам необходимо активнее сотрудничать для того, чтобы работа в этом секторе велась более последовательно. Во-вторых, необходимо контролировать атомную электроэнергию. Нам необходимо работать в этом направлении. В особенности этот вопрос актуален в контексте изменения климата, и случаи Японии позволяют извлечь определенные уроки. И Россия, Китай, США могут сделать это, должны сделать это. Все эти страны являются постоянными членами Совбеза ООН. И нам необходимо более ясно понимать, какие страны хотят разрабатывать мирную атомную энергию. Нельзя допустить того, чтобы они использовали мирные атомы, а после этого пытались получить ядерное оружие. Во-вторых, нам необходимо более активно работать по улучшению стандартов безопасности. Необходимо использовать МГТ как инструмент контроля над ядерным оружием различных государств. МГТ должно поощрять ядерную безопасность. Третья сфера, в которой нам необходимо работать, это политика выстраивания отношений с соседями, поскольку нефтяные компании, будь то государственные компании или негосударственные компании, очень важны и необходимо регулировать их деятельность, в особенности в различных регионах мира, в частности в Центральной Азии. Необходимо регулировать их конкуренцию друг с другом. И, наконец, в-четвертых, в будущем перед нами лежит очень важная задача, которая состоит в том, чтобы разработать такую политику, которая будет направлена на информирование общественного мнения, на приведение дискуссии этого вопроса, поскольку очень часто государственные СМИ рассуждают об электроэнергии и об энергоресурсах достаточно абстрактно. А необходимо обсуждать рыночные вопросы, вопросы технологий, которые, конечно же, очень сложны для тех, кто не занимается детальным изучением этих вопросов. На этом я завершаю свое выступление. Благодарю вас. Благодарю вас. Профессор Чжа. Сейчас слово предоставляется моему коллеге из Вашингтона, Эдварду Чоу. Благодарю вас. Я благодарю Дипломатическую Академию за проведение этого заседания. Мне отрадно вновь присутствовать в Москве. Как многие из вас знают, я не являюсь экспектом по внешней политике или по региону Азию. Я занимаюсь вопросами международных энергоресурсов, и мой экспертный центр рассматривает эти вопросы с точки зрения международной отрасли, нефтегазовой. Прежде всего, я хотел бы сказать, что я согласен с тем, о чем только что сказал господин Чжа. На наших трех странах лежит ответственность в этом вопросе. Россия является крупнейшим экспортером нефти и газа, Китай является крупнейшим потребителем энергоресурсов, а Соединенные Штаты являются, безусловно, очень важным потребителем, но также очень важным производителем нефти и газа и угля. Поэтому необходимо, чтобы эти три страны обсуждали столь важные вопросы, которые стоят в сфере энергобезопасности. В качестве вступления я бы также хотела сказать, что за те 30 с чем-то лет, что я наблюдаю за этой отраслью и активно участвую в ней, сейчас мы переживаем наиболее нестабильный период по всей истории мира, в историю нефтегазовой отрасли. Он куда более нестабильный, чем период в 1970-х годах. И энергетические потрясения в 2008 году очень резко взлетели цены. Через полгода они упали, но очень значительную сумму. За последние три года наблюдались самые высокие среднегодовые цены в мире на нефть, как номинальные, так и реальные цены. Эта промышленность работает, действует очень длительными циклами. Поэтому кризисы могут быть очень серьезными, очень глубокими. Мы видели, что уже существуют готовые ответы на нефтяные потрясения. Мы видели политику в странах ОСР, в индустриализированных странах. Там спрос либо зафиксирован на определенной точке, либо снижается. Сейчас потребность возрастает в основном в Азии, которая становится основным потребителем нефти. Мы видели, как новые энергоресурсы появляются на рынке, и мы никогда не думали, что они появятся в прошлом. Кто знал, что будут найдены залежи газа на побережьях Африки, в Средиземном море, в Бразилии. И мы еще долгое время будем использовать эти ресурсы. Произошла также революция сланцевого газа в США. Это является лишь одним из тех ответов, которые были даны на период очень высоких цен на нефть. Революция сланцевого газа привела к значительным изменениям в позиции государств. США сейчас обошли Россию в показателях круппроизводства энергоресурсов. Сейчас США является одним из крупнейших производителей нефти и газа в мире. Даже несмотря на то, что Россия и Саудовская Аравия занимаются производством газа. И не безинтересно то, что в прошлом месяце, в сентябре, Китай обошел США в показателях импорта нефти. Эта тенденция сохранится и в будущем, учитывая возрастающий спрос в Китае, а также то, что спрос в США и далее будет возрастать. Будет возрастать и производство в США. В прошлом году в США произошло крупнейшее повышение объемов производства нефти за последние десятилетия. Это действительно радикальные изменения. И мне кажется, что стоит упомянуть, что как минимум в некоторых исследованиях сланцевый газ не ограничивается лишь Соединенными Штатами. Американская исключительность не заходит так далеко. В недавних докладах геологов Департамента энергетики говорится, что по показателям нефти ресурсы России как минимум теоретически превосходят ресурсы США. В том же, что касается газа, то в Китае содержится большее залежи сланцевого газа, чем в США. Поэтому вопрос состоит в том, насколько можно передавать, насколько успешно можно передать эти технологии основному миру, остальному миру. Здесь, возможно, я более осторожен, чем некоторые мои другие коллеги в Штатах. Мне кажется, что нам потребуется определенное время, прежде чем мы узнаем, возможно, 5 или 10 лет, прежде чем мы действительно сможем понять, можно ли повторить опыт США со сланцевым газом в остальных странах мира. Причина состоит не в том, что геология разнится от страны к стране. Мы знаем, что Россия и Китай, например, очень отличаются даже в США залежи сланцевого газа очень разнятся, будь то Северная Дакота или Техас. Однако, на мой взгляд, важнее то, что разнятся условия добычи. В Северной Америке используются технологии, которые очень отличаются от технологий, которые используются в России или в Китае. И очень сложно понять, насколько быстро можно приспособить технологии в Штатах к добыче в других странах мира. Позвольте мне привести вам несколько примеров. Необходимо помнить, что крупные нефтяные компании в Штатах сначала не восприняли революцию сланцевого газа. Малые и средние государства очень инновационно подошли к этому. Они хотели экспериментировать, они хотели открывать и искать новые пути. И инвесторы, которые были готовы идти на риск, именно они возглавили революцию сланцевого газа. Крупнейшие нефтяные компании Exxon, например, очень сильно отстали в этом вопросе и поэтому вынуждены были поплатиться за свою нерасторопность. у нас очень мощная промышленность энергоресурсов у нас, есть оборудование по добыче нефти и газа, у нас развита сеть трубопроводов, объединились очень многие факторы, не только геология, не только это привело к успешности революции сланцевого газа в США. Мы очень по-другому подходим к ведению дел, нежели наши коллеги в Китае или России. Мог ли Газпром в таких же условиях провести революцию сланцевого газа? Мне кажется, что нет, мне кажется, это было бы невозможно. так же, как Ильнисмаг Эксенмобил приспособится к новым условиям. Деловой опыт можно в какой-то степени адаптировать и сделать его международным, экспортировать его в другие страны, чтобы распространить существующую технологию. Однако этот вопрос вызывает некоторые сомнения. В России сейчас происходят очень интересные события, о которых уже говорил господин Джа. Недавно Роснефть и CNPC заявили о совместном проекте в Восточной Сибири. Это может являться сигналом к тому, что Россия открыта инвестицией и к подписанию долгосрочных соглашений. аналогичным образом Роснефть и Газпром сейчас заключают очень крупные сделки с международными нефтяными компаниями ExxonMobil, Total, которые касаются зон высокого риска, как, например, Арктики. Поэтому сейчас, возможно, возрождается новая бизнес-модель, которая позволит инвестициям в рыночную конкуренцию играть определенную роль. Однако все это происходит на рынке, который не предполагает открытой конкуренции. Как об этом уже говорил доктор Чжа в сфере газовой промышленности существуют другие модели в Азии. Налоги и тарифы на нефть наиболее высокие в мире. там существуют достаточно жесткие модели, которые в какой-то степени ограничивают торговлю, которая ведется. Однако все эти вопросы касаются будущего. Нам необходимо очень осторожно подходить к вопросам в этой достаточно нестабильной и постоянно изменяющейся сфере. мне кажется, что китайские инвестиции в Центральную Азию, в частности недавние инвестиции компании CNPC, это очень важное событие, заслуживающее интереса, поскольку впервые, как минимум на моей памяти. Крупная китайская нефтяная компания вступила в сделку с другими крупными нефтяными компаниями и начала осуществлять проект глобального масштаба. Возможно, в будущем будут и другие проекты сотрудничества с ExxonMobil, Total, Shell и с международной точки зрения нефть, которая производится. Компании хотят продать ее по самой высокой цене на тех рынках, которые готовы ее купить, поэтому Китай будет с удовольствием продавать добываемую нефть. В частности, учитывая американскую независимость с точки зрения энергобезопасности. Нам необходимо более внимательно подходить к сферам сотрудничества в Центральной Азии или на Ближнем Востоке. Еще одним важным вопросом является энергобезопасность на северо-востоке Азии для Японии, Кореи, Китая. У Штатов есть отношение энергобезопасности с этими странами, и их зависимость будет возрастать. И все наши страны должны обеспечивать стабильность в будущем в регионе. Мы хотели бы содействовать большему сотрудничеству, больше конкуренции. но нельзя к этому подходить таким образом, что одна страна пытается выиграть в ущерб другим. Мне кажется, что нам необходимо было бы обсудить эти вопросы в ходе наших дебатов. Благодарю вас. Хорошо, спасибо за этот интересный обзор. теперь ваше слово. Спасибо. Дорогие друзья, тема нашей сессии энергетическая безопасность в Восточной Азии чрезвычайно актуально важна и в общетеоретическом плане и в практическом отношении. В плане краткого введения есть очевидные вещи, которые хорошо известны. Растет потребность в энергоресурсах в условиях развития стран Восточной Азии энергетика это часть мировой региональной геополитики включая вопросы безопасности и энергетическая дипломатия фактически одно из средств защиты реализации национальных интересов стран как стран обладающих углеводородами и энергоресурсами так и не обладающих углеводородами и ресурсами. Это вещи известные и очевидные. Если мы их проецируем эти вещи на Восточную Азию здесь вот с точки зрения безопасности возникает конечно некоторые новые моменты интересные экспертам и политикам. Я бы выделил всем позиций или всем может быть таких особенностей которые вот на мой взгляд характеризуют вот эту модель энергетической региональной безопасности в Восточной Азии. Ну первое это тренд или так скажем общий рост вызовов и угроз как традиционных так и нетрадиционных сложившимся энергетическим моделям. Причем здесь надо отметить усиление влияния ну так скажем природно-техногенных угроз и катастроф вот Фукусима как бы как некий японский вариант советского Чернобыля как известно для японской атомной энергетики стал системным таким очень серьезным вызовом. Но не только конечно эти вызовы собственно конфликтность на Ближнем Востоке постоянно влияет на Восточную Азию в плане уровня цен и других параметров нерешенность корейской проблемы и острота напряженность в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях также влияют на характер и уровень энергетической безопасности. То есть в целом вот рост вызовов и угроз он такой разноплановый то есть от техногенных до как бы регионально-политических. Второй тренд или вторая особенность мне кажется просматривается вот тенденция на усиление разрыва между постоянно растущей технологической мощью атомных электростанций с одной стороны и состоянием или уровнем их безопасности. То есть уровни защиты как бы не поспевают за процессами постоянного увеличения усложнения мощности атомных станций. И вот катастрофа на Фукусиме она собственно не сократила разрыв между уровнями безопасностями и усложнением строящихся атомных электростанций. Известно, что строятся и атомные реакторы третьего поколения и старые реакторы второго поколения и даже первого поколения и у МАГАТЭ есть претензии. Третий тезис конечно усиливается конкуренция борьба между странами импортерами энергоресурсов включая вот чистых импортеров то есть те кто на 100% зависит от импорта энергоресурсов прежде всего Япония Южная Корея ну и тех стран которые частично там на 50% или больше зависят от импорта углеводородов и других энергоносителей это Китай и другие и отдельные страны ОСЕАН причем обостряется конкуренция именно за новые рынки углеводородов в странах Азии Африки Латинской Америки ну вот китайские компании как известно один из они лидеры одни из лидеров мировых по инвестициям в углеводородные проекты в этих регионах то есть идет и здесь конкуренция а четвертая особенность это то что происходит усиление конкуренции в технологически новых сферах добычи и переработки газа это прежде всего сжиженный природный газ и сланцевые технологии сланцевая добыча на рынках СПГ или сжиженного природного газа восточной Азии уже сложились свои лидеры вот в сфере производства и потребления это Япония Южная Корея как известно США Австралия Малайзия и вот допустим России пока достаточно сложно конкурировать в этой сфере Китай не только вступает он вступил уже он здесь имеет свою нишу но тоже испытывает серьезную конкуренцию в сфере СПГ Пятая вещь мне кажется очень важная она перспективная такая наблюдается некие новые попытки международной как бы правовой институализации вот этой энергетической конкуренции я имею ввиду что вот на последнем саммите восточно-азиатском саммите США выдвинули идею поддержанную Индонезией Брюне вот так называемой всеобщей энергетической безопасности в Азии и создания соответствующих структур Россия и Китай готовы ну так скажем выдвинуть свою некую альтернативу предложив международному сообществу как бы российско-китайское видение проекта энергетической перспектив энергетической безопасности ВТР с учетом возможного кстати подключения ряда отдельных стран региона Австралии и других готовых поддержать вот возможную российско-китайскую инициативу хотя пока контуры вот этого проекта не достаточно туманные и пока не очень неясны то есть другими словами в энергетической сфере Восточной Азии как бы формируются альтернативные повестки энергетической безопасности что еще раз подчеркивает вот конкурентный характер этого направления и седьмой тезис тоже достаточно важный ну уже сообщество более 30 лет обсуждает как бы хорошо известное там японскую энергетическую модель но вот возвышение Китая я бы сказал энергетическое возвышение Китая в регионе и в мире оно тоже влияет естественно на вот сферу энергетической конкуренции ну здесь есть некоторые моменты вы их в принципе знаете я просто обращу внимание китайские мега компания CNPS PetroChina Sinopek и другие они активно входят как известно в международные углеводородные проекты присоединяются к различным консорциям ведут сами разработку и транспортировку углеводородов из разных частей мира то есть Китай несколько позже в отличие от других стран вошел на рынок вот активного импорта энергоносителей поэтому Китай вынужден иногда инвестировать в рискованные и политически рискованные и коммерчески рискованные углеводородные и другие энергетические проекты там Северной Африки и так далее другой момент связанный с китайским возвышением это то что сохраняется определенная уязвимость в плане маршрутов морских перевозок нефти для Китая из Ближнего Востока то есть речь идет о известном Малакском проливе и так далее хотя это не только проблема Китая но и других стран которые импортируют энергоресурсы и особую роль конечно будет играть газовый импорт Китая хотя здесь эксперты прогнозируют расширение газового потребления поэтому особенно важно что Китай что есть туркменский газ видимо к концу года будут согласованы цены по российскому природному газу и так далее хотя здесь Китай как я говорил вступает на рынке сжиженного природного газа в серьезную конкуренцию с другими своими партнерами и контрагентами то есть понятно что это не весь перечень основных трендов региональной энергетической конкуренции но даже из этого перечня ясно что процессы вот влияние на энергетическую безопасность имеют как бы разнонаправленный характер то есть резюмируя можно сказать что с одной стороны они эти процессы как бы связанные с природно-техногенными катастрофами и с сохранением потенциальных конфликтов и так далее и эти все процессы снижают уровень энергетической безопасности но с другой стороны происходит рост взаимной заинтересованности производителей транзитеров и потребителей энергоресурсов и вот объективно вот эти экономическое рост экономической взаимозаинтересованности они частично купируют вот эти противоречия хотя мне кажется не полностью то есть вот такая вот амбивалентная то есть ассиметричная как бы система вот таких влияния процесса то есть система энергетической безопасности восточной азии допустим в отличие от европы она только формируется только складывается и здесь нет всеобщей там энергетической хартии как в европе нет других там документов институтов и конечно хотелось бы чтобы восточная азия не стала как бы очередным таким энергетическим полем битвы между производителями экспортерами и импортерами энергоресурсов спасибо спасибо большое сергей спасибо сергей тут еще есть презентация я хочу предоставить сделать сам сделать презентацию это вопрос он упомянул момент о транзите энергоресурсов и сочетании энергобезопасности здесь есть такой аспект как свобода мореходства и по сути дела в основном это касается гарантии и защиты со стороны ВМС США один из вопросов который мы обсуждали не столько даже в Пекине в проекте энергетической энергетики с профессором Жуаном в Токио это вопрос вопрос чистых нет импортеров и нет импортеров и экспортеров энергоресурсов в частности нефти и отношений их какие последствия это может иметь для Соединенных Штатов для национальной безопасности для стратегии национальной безопасности например с точки зрения размещения развертывания вооруженных сил каких-то местах на каких-то морских маршрутах имел место очень оживленный такой бурный обмен мнениями некоторые высказывали предположение что что насколько вот это влияет повлияет на военные расходы США при том при том что Соединенные Штаты долгосрочная тенденция была со стороны США охранять эти морские пути транспортировки энергоресурсов другие утверждали утверждали что США несмотря на то что США становится скорее экспортером чем импортером у них все равно сохраняется интерес стабильности заинтересованной стабильности предотвращения кризисов и в частности стабильности на Ближнем Востоке но все равно этот вопрос остается открытым если мы взглянем в будущее в частности в том что касается треугольника России США Китай страны у которых есть возможности и потенциалы в этих областях я хотел бы обратиться к представителям ДИМО для того чтобы он мог сделать я хотел бы немножко поговорить о энергетической безопасности в отношениях России и Китая и так сказать аспекты энергетической безопасности обеих стран со временем финансового кризиса Китай увеличил свои инвестиции в зарубежные энергопроекты и эта политика направлена на обеспечение энергобезопасности Китая ресурсы которые направляют китайские компании туда они в основном эти ресурсы они предоставляются Китаем но они используются в регионах с точки зрения безопасности они уязвимы и с точки зрения структурирования так я вот стратегии российской китайской энергетической стратегии тут у нас происходит совпадение мы мы-то пользуемся в отношениях между Россией и Китаем в основном так сказать нефтепроводы а не транспортировка морскими путями я тоже знаю что инвестиции Китая в зарубежные энергоресурсы не всегда окупаются и так сказать существуют также проблемы с точки зрения эффективности мы можем сказать что китайские модели инвестирования в энергоресурсы за рубежом по-прежнему находятся в состоянии развития разработки и продолжают усовершенствоваться с точки зрения соотношения эффективности мы очевидно очевидно что будут иметь место и в дальнейшем стратегические инвестиции в энергосектор сектора зарубежные Китай становится все более зависимым в этом отношении и как я сказала российское китайское энергетическое сотрудничество каждый год мы ожидаем газовых сделок между Россией и Китаем ежегодные сделки и переговоры по этим вопросам регулярно ведутся уже 8 лет этот процесс у нас идет а они ну в последнее время тут еще улучшения были ну можно здесь упомянуть рамочное соглашение недавнее в котором было отмечено указано что газовая цена не будет увязываться сори не будет увязана с другими внешними параметрами большое достижение китайская сторона сделала упор на разработку сланцевого газа в Китае и предложила увязать цены по газовым контрактами с Генрихов ценовая разница в предложениях России и Китая примерно 100 долларов в то же время как я сказала Китай делает упор на разработку своих собственных запасов сланцевого газа и так сказать революция в области сланцевого газа в Китае она так сказать движется хотя еще только на начальном этапе поэтому пока рано еще делать выводы сможет ли Китай действительно добиться большого эффекта от сланцевого газа у себя видимо Китай будет покупать и в дальнейшем растущие объемы газа как по трубам так и сжиженного газа в плане сотрудничества власти нефти я хотел бы указать что нефтяные сделки российской Китайсти после финансового кризиса до кризиса было 137 долларов а что касается перспектив на будущее в плане контрактов контрактных цен то Китай китайская страна выразила озабоченность по поводу транспортных издержек и скатереть шла снижение на 7% контрактных цен связанных с транспортными издержками в целом Китай ожидает увеличить импорт и на саммите в Петербурге соглашение между Роснефтью и СНПС было подписано и цена в целом в целом планируется увеличить поставки в два раза я тоже хочу сказать что за исключением помимо этих нефтяных сделок существуют и другие проекты в состоянии разработки еще один газовый контракт между Новотеком и СНПС это Новотек это тоже газовая компания отдельная от Газпрома Газ с Ямала что важно отметить что СНПС получила 20% в акционерном капитале что показывает демонстрирует большой прогресс прогресс в области приема китайских инвестиций в России также СНПС участвует в разработке нефти на шельфе Сахалина совместно с Роснефтью это большой прогресс опять же в плане создания условий привлечения китайских инвестиций в Россию есть и другие области сотрудничества в 2011 году китайская корпорация инвестировала в энергомощности России в европейской части России это большой прогресс хотя это европейская часть России тем не менее это это тоже важно с точки зрения приема китайских инвестиций у нас в 2011 также 5 была введена в действие линия мощностью 500 кВт этот проект важен потому что потому что существует она дает доступ к производству электроэнергии в России доступ к производству электроэнергии в России в Китае появляется и это важно с точки зрения удовлетворения спроса на электроэнергию в Китае это также способствует в целом и укреплению в том числе энергобезопасности сибирской и дальневосточной части России последнее что я хочу сказать это Норден морское северное участие в развитии северного морского пути в какой-то степени это может ослабить дилемму Малакского пролива снизить транспортные издержки вот это вот развитие северного морского пути укоротить пути но пока это все на начальных стадиях разработки там ограниченный период навигации пока в северном морском пути где-то от двух до четырех месяцев и во многом этот проект реализации зависит от стоимости издержек на использование ледоколов и в то же время этот проект будет полезен и для России и для Титая и других стран Восточной Азии вот это пожалуй все спасибо Благодарю вас Марина Месяц назад я был в Москве участвовал в конференции посвященной вопросам Арктики которая была организована Сипри там там шли достаточно активные обсуждения Северного морского пути и я хотел бы признаться в том что я несколько скептически отношусь к этому вопросу к вопросу его окупаемости возможно многие уже знают о том что Северный морской путь это не новая идея в 2012 году был отмечен 80 юбилей этого проекта который был изначально инициирован Сталином еще во времена СССР и тоннаж который перевозился по Северному морскому пути достиг своего максимального своих максимальных показателей в 87 88 годах и с распадом Советского Союза использование Северного морского пути практически было полностью остановлено и лишь последние 5-7 лет использование этого пути вновь стало возрастать поскольку тают льды однако в любом случае тоннаж еще очень невелик значительно меньше чем то что перевозило советский период поэтому когда использовался Северный морской путь когда он более активно использовался ситуации и условия были другими и стоимость не была столь важным вопросом северной сейчас в России ведутся активные обсуждения среди ученых вопроса о том является ли таяние арктических льдов концом очень длительного цикла в 30-40 лет или речь идет о более масштабных явлениях которые будут происходить и в будущем в обозримом будущем однако интересно было отметить что в этом году и в прошлом году льды скорее увеличились в объеме они уменьшились и температура гольф-стрима за последние два года снизилась а не повысилась поэтому посмотрим как ситуация будет в будущем развиваться у кого-то еще есть вопросы комментарии в отношении того что было сказано у нас есть еще около 25 минут да пожалуйста я бы хотела задать вопрос о возможных тенденциях в области цен на нефтегаз мы знаем что сейчас цена на нефть очень велика несмотря на сокращение спроса в развитых странах поскольку некоторые поскольку международный политический кризис оказал на это влияние можно ли будет прийти к какому-то решению этого международного кризиса например в том что касается диалога Ирана и США можно ли будет найти выход из этого из этой ситуации урегулирование ситуации может значительно повлиять на спрос на нефть поэтому учитывая больше предложения газа в частности сланцевого газа США в будущем может не являться крупнейшим импортером энергоресурсов в будущем как все это может повлиять на цены на нефть и газ предсказание цен на нефть это неблагодарное занятие поэтому я даже не буду пытаться сделать это поскольку каждый раз когда я делаю какие-то предсказания цены идут в другую сторону однако мне кажется что достаточно было бы сказать что существуют значительные политические риски в настоящий момент которые влияют на цены на нефть и спрос и предложения таковы что некоторые эксперты говорят что они должны быть куда ниже чем они в действительности есть речь идет не только об Иране речь идет о Ливии о Нигерии значительные политические риски продолжают расти вопрос также в том какие цены предпочитает Саудовская Аравия какая будет ее ценовая политика в настоящий момент эту страну устраивают текущие цены на нефть поэтому если цены на нефть снизятся они скорее всего снизят объемы производства хотя бы на определенный период поэтому очень сложно понять как будут изменяться цены на нефть вы затронули очень интересный вопрос об искусственной связи цен на нефть и цен на газ приведет приведет ли революция сланцового газа в США к тому что США будут экспортировать большие объемы энергии ресурсов после 2020 года приведет ли это к ослаблению связи между ценами на нефть и газ в мире в будущем произойдет ли сближение цен Европе Северной Америки и Северо-Восточной Азии или нет и мне кажется что тенденция такова что эти прогнозы оправдаются я бы также хотел ответить на несколько комментариев которые я услышал в частности от моих российских коллег я уже говорил об этом ранее мне кажется необходимо подумать о том насколько инвестиционный климат в России благоприятствует иностранным инвестициям не только инвестициям из Китая но также инвестициям из других стран в целом мне кажется что случай с Китаем очень интересен возможно Китай и Россия предпочитают транспортировку через трубопроводы однако потребители не готовы платить более высокую цену связанную с транспортировкой потребителей потребителей не хотят платить больше за то что можно купить по более низкой цене если транспортировка будет осуществляться по морю поэтому как я уже ранее говорил существует возможность инвестиций именно мне кажется поэтому сделка новотека и сделка Роснефти с CNPC в Восточной Сибири является революционной по своей суде поскольку куда более революционной чем переговоры в отношении цен поэтому если Россия говорит говорит что хочет того что всегда принадлежало ей интереснее всего касательно визита Си Цзиньпина в Россию в этом году это упоминание об инвестиционных проектах в Китае и окончательное решение в отношении восточного пути а не западного пути импорта газа и наконец последнее что я бы хотела сказать что я так же уже затрагивал возможно крупные компании такие как CNPC Роснефть Газпром заключает эти долгосрочные сделки которые обладают высокими рисками требуют больших вливаний однако это неприменимо к сланцевому газу поскольку опыт Северной Америки свидетельствует о том что наибольшую роль в этих вопросах играют малые и средние предприятия поэтому сотрудничество России США и Китая скорее касается сферы нефти а не инвестиций и я надеюсь что Китай будет развивать отрасль сланцевого газа и добьется успехов однако вряд ли Китай будет действовать так же как действует сейчас Северная Америка и Россия также придется найти свое собственное решение этих вопросов и возможно Лукойл и Роснефть будут теми компаниями которые смогут добиться успехов в этих вопросах сказать о среагировать на очень важный вопрос по ценам на нефть углеводороды хотя понятно что ответа на этот вопрос в принципе сегодня нет я согласен с коллегой Эдвардом Чоу который тоже отметил вот сложность этой проблемы ну на Петербургском экономическом форуме в частности там было несколько заседаний так сказать мировых фингтэнкс как раз по теме сколько будет стоить нефть и ответы они не дали поскольку это очень сложно но тем не менее я бы просто обозначил два тренда две тенденции которые в принципе всем известны но они так сказать развиваются по разному которые влияют на уровень мировых цен на углеводороды то есть с одной стороны это технологическая составляющая хорошо всем известная цены на нефть то есть квоты значит экспорта стран которые экспортируют углеводороды ОПЕК рентабельность перевозок и так далее это хорошо известно но второй тренд или второй фактор он более системный который влияет на цены это политические факторы хорошо нам тоже известные то есть усиление конфликтности непредсказуемости турбулентности в регионах углеводородных регионах они постоянно создают напряжение постоянно оказывают влияние на искусственное завышение роста цен на мировых рынках и это мы наблюдаем ну по крайней мере последние 30 лет особенно последние 5-10 лет если сложить технологический фактор и политический фактор то совершенно очевидно что политический фактор в плане влияния он перевешивает технологический то есть нам конечно это не нравится это негативный сценарий но мы же прекрасно понимаем что скорее всего мир не станет стабильнее и спокойнее в ближайшие 5-7 лет он будет более непредсказуем более конфликтен более так сказать турбулентен особенно большой Ближний Восток поэтому исходя из этой логики можно спокойно говорить что цены на нефть и углеводороды по крайней мере не будут ниже чем сегодня они могут быть только выше либо остаться на этом искусственно завышенном высоком уровне к сожалению это реалии и ремарка по поводу очень интересного замечания Эндрю морского пути вот я действительно слышал что как бы ретабельность тоннажа она себя вот исчерпала я так тоже эксперты морские эксперты ну люди которые занимаются вот как раз этим это действительно так но некоторые ученые говорят что вот потепление таяние льдов оно вроде как бы объективно создает условия для ну увеличения тоннажа и снижения затрат ну я не знаю я тут надо смотреть но северный морской путь действительно это и это конечно не альтернатива пока стратегическим перевозкам совершенно понятно но есть ведь еще и тема совместного освоения северного полюса исследования углеводородов членами арктического клуба и также не членами арктического клуба странами которые тоже имеют интересы прежде всего Китай то есть здесь как бы северный морской путь выходит на более широкую проблему углеводородов вот этого нового региона спасибо нет два замечания я бы хотел высказать свои комментарии на некоторые высказанные вопросы во первых энергосотрудничество между Россией и Китаем вы говорите что политические факторы важнее экономических факторов за последние 20 лет опыт переговоров в этом вопросе безусловно подтверждает ваше наблюдение однако мне также кажется что настало время чтобы интересы России и Китая учитывались в этой модели по трем причинам во первых создается впечатление что сейчас в Китае возникает консенсус в отношении того что мы слишком беспокоились по поводу морских путей перевозок мы беспокоились что они были ненадежными именно поэтому мы предпочитали трубопроводы а не морские средства транспортировки и в Китае сейчас все больше людей говорит о том что мы сами себя запугали неоправданно запугали во вторых ранее девушка говорила о различиях в ценах о спорах между Россией и Китаем в частности в том что касается газа как мы можем реформировать и поставить на рыночные рельсы вопросы связанные с газом это очень большой вопрос я не говорю по-русски поэтому я не участвую в переговорах в этой области однако мне как китайцу кажется очень странным то как ведутся переговоры в отношении цен между компаниями однако мне кажется что такие вопросы тесно связаны с внутренними ценами на энергоресурсы и наконец иногда когда мы наблюдаем за тем как ведутся переговоры в отношении энергоресурсов между Россией и Китаем со стороны возникают вопросы политики вы упомянули Сахалин было бы логичным поставлять энергоресурсы Сахалина в Китай вы также говорили об электричестве мне кажется что существовало множество попыток развивать проекты но почему же мы не продвигаемся дальше в этом вопросе мне кажется что сейчас Россия и Китай начали расподходить к этим вопросам с политической осторожностью с точки зрения геополитической солидарности на некоторых международных экономических форумах таких как группа 20 АТС или саммит юго-восточных государств иногда наблюдается тенденция в соответствии с которой у России и Китая должны быть общие видения этих экономических вопросов однако в том что касается политики мне кажется потребуется еще много времени чтобы согласовать эти вопросы у меня есть вопрос вопрос нашим американским коллегам как вы расцениваете недавние переговоры и недовольство Саудовской Аравии США будет ли это лишь временной тенденцией или это перейдет к определенному пересмотру американской политики в ближневосточном регионе преждевременно делать какие-то выводы или предсказания мне кажется мне кажется что мы уже затрагивали этот вопрос вчера и мне кажется что решение Саудовской Аравии не считает резолюцию ООН отражением своего недовольства недавней политикой США право-модевом отношении Сирии в частности это было неожиданностью для США да мне так кажется в ответ на соглашение между соглашение между США и Россией в отношении химического оружия мне кажется в долгосрочной перспективе отражает недовольство Саудовской Аравии политикой проводимой администрации Обама в отношении Сирии я бы хотела ответить вам вопросом этот вопрос я уже затрагивал ранее один из проектов которым сейчас занимается наш центр это сотрудничество между энергетическими программами и различными региональными программами и международными программами в области безопасности и потенциальные последствия различных сценариев которые касаются революции сланцевого газа безусловно встает множество вопросов к чему это приведет и как это повлияет на политику США в области безопасности я лично считаю что степень в которой США в меньшей степени зависит от импорта это может повлиять на нашу стратегию это повлияет на расчеты в частности в отношении Саудовской Аравии в отношении того что представители Саудовской Аравии делают что вызывает наше недовольство например поддержка международных джихадистских групп все три нашей страны обеспокоены этим вопросом я немножко не согласен с вами мне кажется что североамериканская энергетическая независимость повлияет на нашу внешнюю политику в настоящий момент нет замены Персидскому заливу для мировой экономики в интегрированной глобальной экономике США и далее будет обеспокоена вопросом Ближнего Востока в течение еще многих лет не говоря уже об отношениях с Саудовской Аравией однако такие вопросы как Западная Африка Венесуэла не обсуждаются и этому есть причина которая состоит в том что в США мы ни в коей мере не сокращаем импорт из Саудовской Аравии мы сокращаем импорт из Нигерии из Анголы из подобных стран мы заботимся о Западной Африке была создана специальная организация Западно-Африканских стран однако это имеет скорее последствия в краткосрочной перспективе в будущем мы можем подсветить какое-то время обсуждению этого однако ситуация меняется не так быстро как может показаться существует еще одна составляющая этого вопроса и безусловно это отношение США и Ирана я согласен с Эдом в том что США будет зависеть от этого региона мира в области энергетических ресурсов и из-за развития экономики страны и потому что этот регион будет играть важную роль в долгосрочной перспективе поэтому США заинтересованы в нем изменится возможно лишь та важность которую США придают отношениям Саудовской Аравии и мне кажется что повлиять на это может удача или неудача попыток достижения какого-либо соглашения с Россией в отношении Ирана поскольку разногласия между США и Саудовской Аравией касаются Сирии безусловно однако речь идет скорее о масштабных стратегических изменениях которые происходят Саудовская Аравия и Иран долгое время были противниками речь идет не только о революции в Иране и идеологии Ирана эти вопросы куда более сложны и укоренены в истории однако с 1979 года Иран не является важным игроком в энергетическом рынке США изменения и отношения между США и Ираном могут улучшиться однако предсказать это еще сложнее чем предсказать цену на нефть но если это произойдет мне кажется это будет свидетельствовать о том что роль США на Ближнем Востоке станет более размытой станет ролью балансира между различными лагерями между различными частями и это может иметь негативные последствия для отношения США с Саудовской Аравией мне кажется еще множество вопросов для обсуждения поэтому давайте продолжим обсуждение за чашечкой кофе благодарю вас выступающие благодарю вас также за ваши комментарии и вопросы